Доброе утро! Это огромный уголок. Это социальный прилавок. Кстати, цены здесь ниже, чем где бы то ни было в супермаркетах или в других магазинах. Бульмира мне сказала купить килограмм помидоров. Предполагаю, для чего. Ну что ж, помидоры мы набрали, а еще мне нужно будет взять обязательно нут. Нут, кстати, продается не во всех магазинах, но вот на рынке Алтай наверняка найдется. Давайте взвесим помидоры, а после пойдем за нутом. Ну что ж, помидоры мы купили, нут нашли на рынке Алтай, так что самое время отправляться на кухню Гавинда Гульмире. Новая неделя, и мы с Гульмирой уже на посту. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Гульмир. Доброе утро, Сель. Гульмир, что мы сегодня будем готовить? Сегодня будем готовить мое любимое блюдо, которое готовится очень быстро. Это прекрасный обед, ужин или можно на завтрак даже для наших гостей, кто пришел неожиданно. Само блюдо называется нут в томате, поэтому, естественно, у нас будет нут и томаты. Так, нут от томаты мы приобрели где? На рынке Алтая, конечно же. Можно найти абсолютно все, в том числе и нут. Это блюдо изначально из Индии, называется томатар чанна. Томатар, как можно понять по звучанию, это томаты. Вот томатар чанна, и готовится оно таким образом. Посмотрите, мы сегодня выложили все специи специально на тарелку. Итак, это? Куркума. Куркума. Кориандр. Корица. Острый красный перец, можно и без него. Так, а вот это что? Последняя специя, которую я не выложила, это черная горчица. Знаете, в городе ее тяжело найти, но у нас в магазине она продается. Так, ну что ж, вот эксклюзивные такие вот вещи можно найти именно в эколавке у Бульмиры. Поэтому в Алье-центре, где находится эколавка, можно найти абсолютно все, включая вот такие вот специи. Так, далее, томаты мы уже с вами натерли. Сколько здесь? Примерно два помидора, натерли, натерки. Два помидора мы уже с вами натерли, но мы будем использовать не все, да, получается? Сейчас посмотрим по объему. Судя по количеству нута, нужно немножко меньше томатов. В первую очередь нут, в каком плане дома его нужно будет вам отварить или купить консервированный. Мы уже отварили для того, чтобы быстрее и быстрее приготовить наше блюдо. Значит, наливаем масло. Так, две столовые ложки. Включаем нашу сковородку. Обжариваем специи. И теперь кладем помидоры, натертые. Вот мы обжарили немного помидоры, натертые. Далее мы кладем томатную пасту с водой. Томатную пасту с водой. И еще тушим пару минут. А я вот смотрю, у нас здесь на столе с вами соль и сахар. Посмотрите. Для чего? И соль, и сахар одновременно. Дело в том, что помидоры и томатная паста, они сами по себе очень кислые. Если мы попробуем такое блюдо, нам оно однозначно не понравится. Поэтому мы добавляем сахар. И сейчас вы увидите в пропорциях, как это будет выглядеть. Вот, кладем томатную пасту. Томатной пасты больше, чем помидоров. Кому хочется пожиже, можно больше воды. Мы сейчас посмотрим, нужно ли нам столько или нет. Так. Хорошенько все это потушим. Чтобы быстро приготовить это блюдо и другие блюда с той же фасолью или с нутом, заготовки лучше сделать заранее, чтобы не тратить время на это утром. Или в другое время, когда вы готовите. Так как нут варится 2 часа, я его отвариваю. Да, 2 часа. Я его отвариваю и убираю в холодильник на то время, когда вам понадобится. Наш соус готов. Мы добавляем сахар и соль. Та экзотическая специя, которую можно найти только у вас в отваровке, вот она добавляет такой достаточно интересный цвет. Интересный, я думаю, что и по вкусу будет выглядеть. У нее именно ореховый вкус. Перемешиваем. Теперь можно класть нут. Когда-то еще, знаете, в 2013 году начала слушать лекции Тарсунова. Прямо подсела на них. После него, кстати, я удостоверила, что вегетарианское питание, оно не вредит, как многие думают. Да, наоборот, очень полезно. И слушая Тарсунова, я узнала, что также есть Хакимов, Таргакова. Это уже известные имена, да, на нашем пространстве постсоветском. Все, наше блюдо готово. Почти готово. Посмотрите, давайте заглянем в нашу сковородку. Ох, как все это выглядит. Это заняло 10 минут. Если не считать, что мы варили нут, все, 10 минут это заняло. Ольмир, а это самостоятельное блюдо или оно идет в качестве дополнения, гарнир? Может быть, сюда можно придумать или что? Да, обязательно. Любой гарнир на ваше усмотрение. Это может быть рис, это может быть гречка, да? Может быть рис, да. Сегодня хотела преподнести его с рисом, если можно. Итак, рис у нас уже готов. В принципе, нам остается добавить в качестве подливы, да? Нут? Да. Вкусно. Исходя из того, что я очень люблю нут, то, конечно же, я думаю, что это блюдо станет не только моим любимым, но и вашим, дорогие друзья. Приятного аппетита! Тема посадится завтракать и желаем вам отличного дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!